Добрый день! Блок 2 вопросов и ответов к заданию номер 2. Школа психиатрии для всех. Итак, первый вопрос. В классификации психических заболеваний МКБ-10 есть два отдельных расстройства. Параноидная шизофрения и параноидное расстройство личности. Правильно ли я понимаю, что параноидное расстройство личности это хроническая паранойя, протекающая без ремиссии, а периодические приступы паранойи это симптомы заболевания шизофренического спектра. Нет, не совсем верно, вы понимаете. Если мы говорим про два отдельных расстройства. Параноидная шизофрения. Параноидная шизофрения это совсем не обязательно непрерывно протекающее заболевание. Там есть два варианта течения, наиболее часто для параноидной шизофрении. Это, да, непрерывное и второе приступообразно-проградиентное или шубообразное, если на немецкий лад говорить. От слова шуб приступ. Это, соответственно, все компоненты шизофрении, о которой мы с вами будем говорить дальше. На этом течении будет отдельное занятие, поэтому я углубляться не буду. Шизофрения это болезнь. Имеет четкое начало, продолжение, ну, иногда даже выздоровление, что реже. Ну, и, как правило, продолжение на протяжении всей жизни. Там либо вот постоянно с нарастающими негативными симптомами, дефектом, в обострениях, соответственно, для параноидной шизофрении, бред, галлюцинации, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы и так далее. Подробнее будем говорить потом. И второй из диагноза, который вы приносите, приводите параноидное расстройство личности. В принципе, когда мы говорим о расстройстве личности в рамках МКБ-10, мы говорим о патологически измененном характере. То есть это то, как патологически изменился у человека характер, или точнее сложился. Как правило, этот диагноз ставится уже во взрослом возрасте, но в любом случае не позже того, как у человека заканчивается пубертат. То есть, ну, 18 лет, по-хорошему, это самое-самое-самое раннее время. У нас, к сожалению, ставят в 16 лет. Соответственно, патологически измененный характер. Характер сложился, сложился патологически и остается таким на протяжении всей жизни. То есть это особенности личности человека. Они не меняются. Да, могут быть какие-то улучшения, ухудшения, но незначительные. В общем и целом, параноидность, то есть напряженность, подозрительность, скрытность, закрытость для контакта, достаточно такое негативное отношение к окружающим, они будут всегда. В той или иной обстановке они могут быть слабее или сильнее, но будут всегда. Как-то кардинально человек не изменится. То есть со старость, со временем, когда он придет, его зрелый возраст, потом старость, да, личность будет еще более акцентуироваться, то есть еще больше заострятся эти черты. Но ни бреда, ни галлюцинации, ни психических автоматизмов, ни бреда преследования воздействия отношения мы здесь не увидим. Поэтому здесь совершенно разные диагнозы. И они никак один в другой не перетекают. Параноидная шизофрения – это заболевание психотического уровня с четким началом и совершенно однозначной симптоматикой. Бред, преследование воздействия отношения, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы, негативная симптоматика, нарушение мышления. Параноидное расстройство личности – это личностный, патологически измененный характер, патологически измененная личность. Скрытая, напряженная, тревожная, подозревающая окружающих в негативном отношении. Может быть, вследствие этого негативно настроенная к окружающим, даже агрессивная. Но никаких бреда, галлюцинаций, психических автоматизмов, нарушений мышления, как при шизофрении, здесь нет. То есть это два совершенно разных заболеваний. И один в другой не перетекает. То есть параноидное расстройство личности – это не лайтовая шизофрения. Ну так, чтобы было понятно. Второй вопрос. Могло ли длительное применение около года прокинетика гонотон, действующего вещества этаприт, и последующего отмена послужить причиной возникновения психоза. По аналогии с возникшим психозом на фоне отмены метаклопромида. Или же это исключено, поскольку этаприт проникает через гэп в минимальных количествах. Но вот это вопрос, который очень в большой степени относится к сослагательному наклонению. Могло ли или не могло ли. В принципе, если человек имеет генетически детерминированную склонность к психотическим расстройствам, то послужить пусковым моментом может быть что угодно абсолютно. Это может быть и убитая кошкой домашняя птичка, это может быть и поставленная в неудачный момент развития личности плохая оценка, ну и естественно это может быть и отмена препарата. У здорового человека это крайне маловероятно, скажем так. Если личность сама по себе сенситивная в этом плане, чувствительная, имеющая предрасположенность к формированию психоза, генетическая, то есть анамнез жизни, семейный анамнез отягощен, то здесь это в принципе возможно. Но это очень-очень индивидуально, то есть здесь слишком много сослагательного. Вопрос 3. Может ли выраженный дефицит массы тела, индекс массы тела 15,2, причинно-соматическое заболевание, спровоцировать психоз, паранойя, бред, преследование, слуховые галлюцинации не было? Опять же, сам по себе дефицит массы тела даже значительный спровоцировать психоз по идее не может. Вот резкое снижение массы тела, резкое снижение, то есть в течение нескольких там недель падения массы тела там на десятки килограмм, вот это да, это в принципе может вполне послужить провокацией для развития психотического состояния. Опять же, в том случае, если этот самый психоз, ну в какой-то степени хотя бы, генетически обусловлено, абсолютно физически, психически здорового человека, даже резкое снижение массы тела, такого, как правило, не вызывает. Паранойя, бред, преследование, ну достаточно сложно говорить, скорее всего по-любому речь может идти только, если говорить о диагнозе, только о остром полиморфном психотическом расстройстве. Если же речь идёт о том, что тут скорее, наверное, даже надо рассматривать не просто снижение массы тела, да, или не просто низкий индекс массы тела, а скорее надо рассматривать вот это самое соматическое заболевание, потому что далеко не каждое соматическое заболевание вызывает такую значительную потерю массы тела. Может быть вот тяжёлая соматика, вот она может, в принципе, может быть пусковым фактором, опять-таки, при наличии генетической предрасположенности к развитию психоза. Но, опять же, это очень-очень индивидуально. Четвёртый вопрос. По вашему мнению, может ли поддержание веса в пределах норм приёма витаминов группы В предотвратить повторение психоза? Или же, если произошёл запуск болезни, то далее она будет развиваться по своему сценарию, вне зависимости от того, что стало пусковым механизмом? Ну, собственно говоря, совершенно верно то, что если это психоз, который не имеет непосредственного отношения к вот этому травмирующему фактору, там, снижение массы тела, либо просто, там, тяжёлой соматической, с тяжёлым соматическим состоянием, или тяжёлой психотравме, если это эндогенный психоз, полноценный эндогенный психоз, то, скорее всего, он будет развиваться по своему собственному сценарию. Но, если речь шла всё-таки о остром полиморфном психотическом расстройстве, какая разница? По симптоматике никакой, а вот по скорости возникновения психоза и продолжительности его течения, в принципе, можно предполагать. Если психоз продолжался очень недолго, то есть меньше недели, в течение, там, двух-трих дней буквально после начала лечения, восстановления сна, у человека ушла вся психотическая симптоматика, и он уже не проявлял признаки психоза, а возникло это чётко на фоне какого-то резкого воздействия, вот как у вас, допустим, описано снижение массы тела, там, хранить острое какое-то соматическое состояние, тогда, возможно, это просто разовый реактивный психоз. И тогда, конечно, человеку в любом случае, если даже реактивный психоз у него развился, то есть вот острая реакция на стресс, там, или острое полиморфное психотическое расстройство, то в любом случае, конечно, то, что вы пишете, поддержание массы тела в пределах нормы, с учётом того, что ранее был дефицит, витамины группы В, ну, не только В, это собственные группы В, это и антиоксиданты А, Д, Е, С, Д в особенности, вот, это всё, безусловно, то, что необходимо отслеживать, и что, в принципе, ну, я не могу сказать предотвратить развитие психоза, потому что непонятно, что он был за психоз и как его следует классифицировать, но, по крайней мере, за этим необходимо следить, чтобы уменьшить риск повторного возникновения психотического состояния, если изначально оно возникло именно на фоне колебания массы тела, возможно, гиповитаминозом. Пятый вопрос. Может ли человек с болезнью Паркинсона перенести психотическое расстройство или заболеть болезнью с позитивной симптоматикой? Ну, продуктивной симптоматикой, надо понимать. И наоборот, человек с психотической симптоматикой застрахован ли от того, что у него не появится генетически обусловленная болезнь Паркинсона? Ну, паркинсонизм от нейролептиков и психоза от леводопа в расчёт не беру. К сожалению, нет. Ни болезнь Паркинсона не гарантирует от сопутствующей деменции, это вообще частая комбинация, кстати говоря. Но также и депрессия, также и психотические состояния, которые, кстати, очень тяжело учить в следствии того, что при болезни Паркинсона нейролептики назначать невозможно. И наоборот, соответственно, болезнь, там, та же самая шизофрения, она совершенно не гарантирует, что человек не заболеет болезнью Паркинсона, что, опять же, кардинально усложняет работу и с тем, с другим заболеванием. Потому что понятно, что при наличии шизофрении препарат леводопа принимать, как вы понимаете, наверное, не очень хорошо. Нет, к сожалению, ни то, ни другое не гарантирует ни Паркинсон от шизофрении, ни шизофрении от Паркинсона. Ну, я говорю про шизофрению, как наиболее такой известный бренд психотического заболевания. Ну, и другие заболевания психического характера и разного регистра, и невротического при протенционизме встречаются, и нередко, и наоборот, к сожалению, тоже. Всё это, естественно, утяжеляет и прогноз, и течение, и лечение, и болезни Паркинсона, и сопутствующие ей психической патологии. Ну, либо, наоборот, психической патологии, возникшей уже после неё болезни Паркинсона. Вот такие вот ответы на вопросы. Опять же, как я говорил и с первым блоком, очень интересные вопросы. Я думаю, что и ответы на них могут быть полезны для всех. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok